Что происходит, ребята? Итак, на этой неделе, готовы вы или нет, мы выпустили ранний доступ в Steam, и хотя вокруг этого есть куча споров, я не собираюсь освещать это в этом обзоре. Итак, в этом мы рассмотрим текущее состояние игры, которое, кстати, снова находится в раннем доступе, и посмотрим, стоит ли она ваших денег. Это будет просто на стороне P-игры, так как PvP еще не доступен. Но как и все вещи раннего доступа, если вы покупаете в игре, вы будете инвестировать в будущее и позже получите PvP. Итак, с этим покончено. Давайте перейдем к делу. Первый вопрос, что готовы или нет? Ну, для тех, кто еще не слышал о Рэдди или еще нет, это интенсивный тактический шутер от первого лица, который изображает современный мир, в котором полицейские подразделения SWAP призваны рассеивать враждебность в конфликтных ситуациях. Это происходит на фоне политической и экономической нестабильности в Соединенных Штатах. Вы поставлены на место судьи, командира элитного подразделения, которому поручено рассеивать палатки и враждебные ситуации в морально обанкротившемся городе. Итак, вам нужно немного рассказать о предыстории, но не слишком много. В основном, вы просто команда спецназа, которая идет и делает спецназовские вещи. Это своего рода духовный преемник SWAT 4, который в любом случае может быть слишком старым для некоторых из вас, чтобы помнить. Итак, самый важный вопрос любого обзора. Весело ли это? Ну да, лично мне нравится эта игра, и я получаю абсолютное удовольствие, играя в нее. Это интенсивная, высоко тактическая игра, в которой основное внимание уделяется реализму. Первый, это требует большого хорошего планирования, командной работы и общения. Но из-за этого определенно не для всех. Игра действительно ориентирована на хардкорную тактическую аудиторию, которая любит медленный темп и неумолимый геймплей. Однако, для тех из вас, кому нравится стоять у дверей и отдавать приказы своему искусственному интеллекту, вместо того, чтобы проходить через них, это определенно стоит рассмотреть. Итак, следующее, графика и звук. Что касается графики и звука, я геймер, а не критик, поэтому мне действительно не хватает технических знаний в этом отделе. Но что я могу сказать так, это то, что игра выглядит фантастически и действительно хорошо работает на 3070. У него минимальное или полное отсутствие серьезных падений кадров, и он работает где-то от 80 до 200 кадров в секунду. Карты полны и детализированы, и на них есть все, что вы ожидаете увидеть в этих зданиях, плюс сделано даже немного больше. Вы никогда на самом деле не поймаете себя на том, что расхаживаете по пустой комнате, задаваясь вопросом, для чего, черт возьми, предназначена эта комната. Все имеет свое место и действительно создает атмосферу карт. Анимация оружия чистая и очень приятная, как и большинство анимаций персонажей. Звук музыки тоже держится. Оружие довольно пробивное и на самом деле не оставляет вас желать большего. А атмосфера на картах напряженная, спокойная и определенно держит вас в напряжении. Музыка приходит и уходит вместе с действием, что некоторых дезориентирует, но при желании ее можно отключить. Я не нахожу это слишком плохим, это как бы делает моменты действия немного более захватывающими, чем просто абсолютная тишина. Единственная проблема со звуком, которая у меня есть, это странные голосовые линии заложников. Иногда они просто говорят глупости, которые не были бы сказаны в таких сценариях. Хорошо, давайте поднимемся на возвышенность. Хорошая татуировка. Хорошо, переходим к игровому процессу. Так как же проходит игровой процесс? Хорошо, с первого вы начинаете в своей штаб-квартире. Там не так много, но есть все, что вам нужно. Тир, настройка оружия, дом для стрельбы, чтобы попрактиковаться в шкафчиках для настройки, и даже случайный гражданский, чтобы попрактиковаться в некоторых ваших командах. Оттуда вы устанавливаете свой комплект, о котором мы поговорим через минуту, и отправляетесь на задание. На данный момент в игре около шести миссий, и их еще больше, и вы можете выполнять все эти миссии в одиночку с товарищами по команде с искусственным интеллектом, которые не очень умны, но определенно помогут вам. Или, конечно, вы можете выполнять эти миссии с четырьмя другими друзьями, что, естественно, является лучшим способом игры. Как я уже сказал, есть приличный выбор карт на выбор, но тогда внутри них у вас на самом деле есть шесть разных миссий на карту, и каждая миссия становится сложнее по мере вашего продвижения. Все они, как правило, основаны на убийстве или аресте плохих парней, спасении гражданских лиц и, возможно, распространении бомб, так что вы знаете, занимаетесь спецназом. Что бы вы ни выбрали, в конце вам будет начислен балл в зависимости от того, как он выступил. И эта система основана на правилах ведения боевых действий, с которыми консультировались полицейские группы реального мира. Таким образом, здесь много реализма и реиграбельности для выполнения миссий, но также и для достижения лучших результатов или идеальных пробегов с помощью этой системы. И это общий цикл игрового процесса. Хотя это звучит просто, это более сложно в исполнении, требуя, чтобы вы думали о том, что вы делаете и как вы хотите это сделать, вместо того, чтобы просто пробиваться через уровни. Эта игра действительно фокусируется на мелких деталях тактического геймплея, а не на общей большой причудливой истории, роликах и тому подобном, и создает очень, очень приятный опыт от чего-то такого простого, как прохождение через дверь. Обычные игры, вы можете либо открыть их, либо наброситься на них и, возможно, проскользнуть через них или что-то в этом роде. В этой игре у вас гораздо больше возможностей выбора. Вы можете открыть дверь, чтобы проверить, нет ли ловушек. Вы можете пинком открыть дверь и, возможно, привести в действие ловушки. Вы можете пройти под дверной камерой, чтобы проверить, кто находится с другой стороны. Вы также можете открыть дверь обычным способом, удивить, удивить или использовать таран, чтобы взломать ее. И если это недостаточно причудливо, достаньте дробовик и полностью вышибите замок, а затем идите этим путем. И если все это не сработает, просто влепите в него заряд С2 и взорвите его к чертовой матери. У всех есть свои преимущества и недостатки, но все мы проведем вас через дверь и будем готовы ко всему, что произойдет на другой стороне, что может быть, а может и не быть перестрелкой. И это еще одна маленькая деталь, которую эта игра делает действительно хорошо. Перестрелки в этой игре очень, очень интенсивные, в чем-то эквивалентные перестрелкам в такле, но в этой они определенно длятся не так долго. Когда вы вступаете в бой, это продлится всего 5-10 секунд, прежде чем вы убьете подозреваемого или они убьют вас. Но в течение этих 5-10 секунд в игре задействовано множество систем. Первое место заняла система подавления. Если враг стреляет в вас в ответ, вы будете сильно подавлены, так как ваш экран будет вибрировать и темнеть, а также ваше оружие. Вспомните, как вы пинали его, чтобы его было трудно разглядеть при стрельбе. Это также очень громко, и все кричат друг на друга, так что это также очень хаотично, если враг сделает несколько выстрелов в вас, в зависимости от того, какая у вас армия, будет зависеть от того, как вы с этим справитесь. Броня в этой игре снова работает аналогично Тайфоу и защищает только те части, которые на самом деле прикрывают. Поэтому, если вы получите пулю в руки или ноги, они появятся красным цветом на вашем маленьком человечке Санта-Клауса в левом нижнем углу, чтобы показать, что вы ранены. Вы можете исцелиться, если в вас довольно сильно выстрелили, но это не очень глубокая система. Вы в значительной степени просто перевязываете рану, чтобы остановить кровотечение, а затем можете продолжать, хотя уровень вашего здоровья будет немного ниже. Так что, скорее всего, вы умрете в следующей перестрелке. Если вы ранены, то как только вы войдете в дверь и вступите в перестрелку, вам придется иметь дело с гражданскими лицами. Теперь некоторые гражданские лица не просто сидят на полу, ожидая, когда вы придете, наденете на них наручники и доложите о них. Некоторые на самом деле бегают вокруг, напуганные до смерти, будучи чертовыми идиотами, и вы должны подчинить и остановить этих гражданских лиц несмертельным способом. Как вы видели в кастомизации и оружии. У вас есть методы сделать это, чтобы вы могли задержать их и сообщить о них. А затем, как только все гражданские лица доложат, вам придется искать разведанные и бомбу, какой бы ни была цель вашей миссии. Итак, когда вы на самом деле играете в игру, многое происходит, и в работе есть много функций. И помните, что все это вам начисляется в зависимости от того, убиваете ли вы гражданских лиц или теряете членов команды самостоятельно, убиваете, возможно, подозреваемых, которые находятся поблизости, и так далее. Итак, как я уже сказал, игровой процесс — это действительно то, чем блистает эта игра. Хорошо, переходим к настройке и оружию. Я на самом деле собираюсь немного схитрить здесь, ребята, так как я уже говорил об этом примерно неделю назад в другом видео, прежде чем они объявили о раннем доступе в Steam. Поэтому я просто возьму фрагмент этого видео и вставлю его сюда. Если вы, преданные зрители, видели это, я приношу свои извинения, но вы можете перейти к этому временному коду, если хотите пропустить часть настройки и оружия. Верно. Итак, на первом этапе у нас есть настройка персонажа. Как вы можете видеть, именно здесь вы начинаете играть с загрузкой вашего основного парня, а также вашей пожарной команды. Все, что вы можете сделать для себя, вы можете сделать для своей пожарной команды. Наверх. Как вы видите, входит альфа-браво Чарли Дельта. Первое место у нас есть выбор основного оружия. Здесь их довольно много. Не так уж много, но достаточно, чтобы вы продолжали идти. У нас здесь есть несколько штурмовых винтовок, все они, как правило, основаны на конструкции М4, за исключением Соу-58 в пейнтбольном пистолете. Мы рассмотрим, как это звучит, и анимацию перезагрузки немного позже. У нас также есть пистолеты-пулеметы MP5, два Амп-45 и МПИКС, спускающиеся с дробовиков. У нас есть дробовик с подушкой, если вы хотите стать несмертельным, М4 Супер-90 и 870 КБ. Что касается вторичного оружия, опять же, выбор невелик, но определенно достаточен, чтобы вы могли продолжать. У нас здесь есть пара, и мне не хочется называть их всех. Особыми из них являются револьвер Магнум 357 калибра и электрошокер, которые, если вы видели мое предыдущее видео, мне нравятся. У нас также есть длинный тактический промежуток. Здесь вы получаете в основном предметы для взлома дверей, и я покажу вам, ребята, как все это работает позже. Но у вас есть несколько небольших вариантов. Они сейчас включаются в работу. Это связано с системой брони в игре, и она основана на весе, поэтому чем тяжелее ваша броня, тем медленнее движется персонаж. Внутри нет никакого бега, готов он или нет. Когда вы нажимаете сдвиг, вы на самом деле идете пешком, так что для начала все довольно медленно. Это не такая уж большая разница, чтобы надевать тяжелую броню. У вас также есть головной убор, и именно здесь доспехи становятся немного интереснее. На самом деле у вас здесь довольно большой выбор того, из чего вам нужно выбрать. Очевидно, у вас ничего нет. У вас есть МФКС, который является стандартным. Но затем у вас есть противогаз КПРНРАЙД с некоторыми предположениями, что мы избавимся от последствий газовой гранаты, которую я покажу вам, ребята, позже. Защитные очки от вспышки. Я, кажется, ношу их все время и все еще сверкаю сам, так что, возможно, они еще не полностью работают, но я в этом не уверен. И баллистическая маска, которая мне тоже нравится. Гранаты. У вас есть несмертельные вещества, светошумовая граната, ГАЗ-СС и граната-стингер, которая стреляет маленькими резиновыми шариками и тактическими устройствами. Вроде как просто статисты. У вас есть две взрывчатки, дверной клин и перцовый баллончик. Вы также можете подойти сюда, к этому зеркалу, и я приношу свои извинения. Летающие ребята. Это всего лишь игровое освещение над зеркалом, но в основном то, что вы можете здесь сделать, это просто выбрать своего персонажа. Есть пара разных оттенков кожи и лиц, и если вы поддерживаете игру, вы получаете ультра-крутого парня в камуфляже, который помогает вам ходить в химиотерапевтическом снаряжении. И конечно, это относится и ко всей вашей команде, и к вашей броне. А вот здесь мы издаем звуки выстрелов. На что следует обратить внимание, так это на то, что я прикрепил пару разных насадок под каждым оружием, чтобы вы могли видеть, как они выглядят и ощущаются в игре. Все это оружие изначально поставляется без каких-либо приспособлений, и я только что сделал их. Продолжение следует... Но теперь перейдем к плохим вещам, если вы не смотрели эту игру в течение некоторого времени, вы можете этого не знать. Но было много споров по поводу этой игры и их общения с сообществом. Теперь это меня не слишком беспокоит, поэтому я на самом деле не освещаю это. Но если вы тот, кому нравится знать все, что происходит, и вы хотите знать, чихает ли разработчик, и это может быть довольно неприятно для вас, так как эти ребята, как правило, просто работают над своей игрой, и вы знаете. Дайте сообществу знать, что происходит в их свободное время, когда они чувствуют, что им это нужно. Вторая проблема — это проблема столкновения с товарищами по команде. Прямо сейчас, когда вы ходите по узким коридорам, узким зданиям и тому подобному, вы довольно часто попадаетесь на своих товарищей по команде, и это может быть действительно неприятно для хода игры, когда вы проходите через двери и все такое. Вы застреваете, думаете друг о друге и немного мешаете. Я уверен, что это будет исправлено в будущем, но просто имейте в виду, что это проблема прямо сейчас. Во-вторых, это реализм. Теперь это может многих из вас смутить. Почему это в плохом разделе? Но хотя это удивительно, очень трудно научиться и проникнуться реалистичностью этой игры. Это действительно наказывает вас за то, что вы не являетесь настоящим участником SWAP, и на данный момент не слишком многому вас учат. Скорее всего, скоро появятся учебные пособия, и если вам, ребята, интересно, я, вероятно, смогу составить руководство для начинающих. Но опять же, я не являюсь членом SWAP, поэтому могу сказать вам только слишком много. Таким образом, будет много боли и страданий, когда вы будете проходить через игру, изучая, как все работает, хотя если вы игрок в Тарков, вы, вероятно, уже использовали это в любом случае. Итак, в целом, стоит ли покупать игру? Ну да, я так думаю, но просто имейте в виду, что это очень раннее состояние игры, и оно не для всех. Если вы не увлекаетесь такими играми, как Escape from Tarkov Squad или любыми другими реалистичными шутерами, вам может не понравиться эта игра. А также имейте в виду, что этой игре предстоит пройти долгий путь в течение длительного цикла разработки. Так что не ждите слишком многого от игры прямо сейчас. Но то, за что вы платите, это будущее этой игры, о котором нам придется рассказать в совершенно другом видео. В противном случае, я надеюсь, что это видео помогло вам, ребята. Если вам это понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. И если вы хотите быть в курсе того, готовы вы или нет, подумайте о подписке или, знаете ли, заходите на канал всякий раз, когда выходят эти видео. В противном случае, я увижу вас, ребята, на следующем.